Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Ravoc 2012 года выпуска. 2.2 турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 100 тысяч километров. Заменю на нем масло в двигателе, воздушный, салонный и масляный фильтр. Также на этом автомобиле стоит маслоотделитель. Солью с него масло. Вот такой маслоотделитель установлен. Здесь переделали. Раньше стоял с большей колбой, а в другом месте поставили. Вот здесь вот стоит удобно, ничего не мешает. Также он с щупом. Сейчас вытащу щуп и покажу, что есть масло. И масло вот сколько. Откручиваю колпак. Транспорт. Транспорт. Парни. Вiousness. ВООЗ. С çанатовый. Расследовая колбаса. ВООЗ. Расследовый. Расследовая колбаса. боюсь что мне места здесь не хватит колпак вытащить поэтому я откручу наверно его приподниму и сниму нормально а Продолжение следует... Продолжение следует... За 20 тысяч километров вот столько масла набралось в колбе. Это масло идет с вентиляцией картерных газов. При этом автомобиль масло не расходует. Масло замену в двигателе производим каждые 5 тысяч километров. Стакан я промыл, закручиваю его на место. И перекручиваю его. Масло, которое я слил, это масло, которое не попало в интеркулер и не попало в камеру сгорания. Поэтому, если не было бы вот этого отстойника маслоотделителя, это масло бы все прошло через интеркулер. Когда собирается большое количество масла в интеркулере, бывает такое, что даже гидроудар машина ловит из-за этого масла. Ну и также, следовательно, загаживается камера сгорания, клапана и все остальное. Если есть желание и возможность на автомобилях, на дизельных, мое мнение, надо устанавливать такой маслоотделитель. Меняю воздушный фильтр. Для этого сниму крышку с аккумулятора. Откручиваем. Крестовой отверткой самореза снимаем вот этот воздухозаборник. Хотя он нам здесь мешает, только при установке нового фильтра. Я его снимаю для своего удобства. Нажимаем здесь флажок и поднимаем. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 саморезов выкручиваем все саморезы открутил поднимаем крышку и вытаскиваем фильтр видно фильтр уже грязный затыкаю воздухозаборник и продуваю беру новый фильтр фирмы MAN C29006 и устанавливаю его на место поправляем чтобы ровненько лег закрываем крышку и закручиваем саморезы на место сначала ровно наживляем все и протягиваем ставлю на место воздухозаборник ставлю на место клипсы также ставлю на место крышку а теперь открываю масло заливную пробку вытаскиваю щуп и поднимаю автомобиль сливаю масло плотненько резинка сидит масло выше середины масло отделители закручиваю на место щуп и поднимаю снимаю вот эту пластиковую защиту здесь у нас 7 болтов головка на 10 откручиваем их и убираем кустя вчера посмотрел его видео по лэндроверу гибриду удивлялся что на лэндровере он первый раз увидел поддон закрыт в теплоэкране в таком вот и вок лэндровер тоже 2012 года поддон точно так же закрыт в экране они уже давно используют такую методу так прежде чем открутить сливную пробку я выкручиваю колпак масляного фильтра находится он у нас вот он сверху что-то здесь какие-то подтеки масла а подтеки масла у нас спатрубка который идет с интеркулера на дроссель ну очевидно будем снимать интеркулер и промывать его значит там присутствует масло подтекает быстрее всего сверху хомут нормально не затянут хотя тогда должен быть подсос воздуха ну это будет видно ладно это в процессе вот колпак у нас масляного фильтра головка на 27 одеваем и откручиваем встает он сюда нормально сбоку заводим и одеваем откручиваем и вытаскиваем их вытаскивают под dare Фильтр маленький, остается в колпаке. Теперь можно откручивать сливную пробку. Головка здесь на 21 мм. Пробка большая, по ключу, а диаметр маленький. Если память не изменяет, по-моему 8 мм пробочка. Десятка, не 8, а 10 мм. Пусть сливается. Пока остатки стекают, помыл колпак, снимаю старую прокладку с колпака. Я беру новый фильтр фирмы MAN HU711-51X. В комплекте идет фильтр. Сразу устанавливаем на место и идет плотнительное кольцо. И вот тоже устанавливаем на место. Смазываю силиконовой смазкой. Можно маслом смазать, можно силиконовой смазкой смазать. Я силиконовой смазкой смазываю и закручиваю его на место. И так же одеваю головку на место. Подтягиваю головку и подтягиваю его. Все. Фильтр я подтянул. Там есть незначительные подтеки. Вытираем их. Они по краю корпуса на низ блока стекают. Все. Вытер. Ну а теперь можем закручивать пробку в масло-стекло. Пробку закручиваем, но не сильно. Смываю очистителем карбюратора подтеки. И протираю. Все. Смазываю резьбу на защиту. Устанавливаю и прикручиваю защиту. После этого опускаю автомобиль и заливаем масло. Защиту еще не поставил, пока попутно оглядывал, что тут, как. И увидел еще подтеки антифриза. Вот если отсюда посмотреть, вот хорошо видно патрубок соединения. У него какой-то пластиковый. И он подтекает в этом месте. Я думаю, что мы закажем этот патрубок и заменим его. Вот попутно еще увидел. Кому-то не нравится моя воронка, а мне она нравится. Заливаю пять с половиной литров масла. Масло всегда использую 5w30a5. Номер для заказа идет 156f9d. Также здесь написано 156f9d. Здесь как-то вопрос был. Задавали по качеству масла. Подделывают все на свете. Смотрите, здесь сейчас по кастролу, насколько я знаю, по качеству. Я сейчас возьму целую банку, которую еще не вскрывал. Вот если посмотреть, надпись кастрол сделана практически посередине надреза. Вот надрез, надпись хорошо читается. И если взять ее отверткой, вот я ее вшоркаю, она стирается очень плохо. Вот видите, я практически стереть не могу. На подделке ее вот так вот раз-два и все, она слетела, ее нету. Второе, голограммка. Голограммка здесь играет. На подделке-то голограммка, я смотрел, она не играет. Но вот эту наклейку на подделке ее тоже не каждый раз подделывают, но и есть она подделана. Нету под этой наклейкой еще аннотации на русском языке полностью расписаны. Это второе, третье, 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 где-то в штрих-коде и номер партии. Вот он номер партии. Он, если приглядеться, он как бы выжен, и выжен он как бы точками. Если его взять, пошоркать отверткой, бесполезно, он не сотрется, потому что он не напечатан, он выжен. И по банке, по банке, а вот по банке я уже не помню. Есть какая-то разница еще по банке. Ну, этих, в принципе, основных показаний достаточно определить, подделкой или нет. И еще на подделке бывает нету золотинки. Заливаю. Залил я 5,5 литров масла. Закрываю пробку. Ставлю на место щуп. Запускаю автомобиль. Даю ему немножко поработать, глушу. Жду, когда стекет масло. Мерю уровень и выставляю его уже по метке. Примерно, не доходя максимума, ставлю где-то 5 мм. А сейчас иду, меняю салонный фильтр. Открываю пассажирскую дверь. И вот здесь, снизу. Сейчас вот так вот поставлю камеру. Снимаю вот эту крышку, нажимая по бокам. Отключаю. Здесь стоит питание 220 вольт на обогреватель салона. Крышку убираю в сторону. Это мне не мешает. Скидываю вот с этого кронштейна крепление проводки. Одно и второе. Теперь откручиваю здесь болтик, головка на 10. А сверху у нас клипса, там откручивать ничего не надо. Снимаю болтик. Вот этот кронштейн беру и приопускаю его вниз. Все. Вот прорезь, она встает вон в ту клипсу. Теперь открываем крышку. Так, я думаю здесь освещения маловато. Сейчас добавлю освещение. И я сейчас еще расскажу какой здесь сюрприз может ожидать после замены фильтра. Как-то раз менял также масла фильтра. И был довольно таки момент непонятный. Сюрприз называется. Снимаю крышку. Три зажима. Просто их нажимаем и они отщелкиваются. Фильтр стоит стрелками в салон. Цепляем его и удергиваем. Снимаю крышку. Снимаю крышку. Проверим. Три зажима. Вот и все, фильтр вытащил Беру новый фильтр фирмы MAN Номер его идет ЦУК 2733 Фильтр ставится стрелками в салон Заводим фильтр 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 Продолжение следует... Все, фильтр вставлен. И закрываем крышку. Все, все три защелки защелкнулись. Сейчас возьму зеркало. И попробую показать. Вот хорошо видно аккумулятор. А сейчас произошла точно такая же вещь, на которую попадался я. Одна из клемм с аккумулятора слетела. Сейчас сделаю более понятно. Вот. Синий это аккумулятор. И одна из клемм с красной, она слетела. Вот я ее беру сейчас, одену. Вот я ее одел. Это у нас одето. Что происходит? Происходит следующее. После того, как заменил фильтр, слетела эта клемма. Этого я не заметил. Запускаем автомобиль. Включаем коробку. Высвечивается ошибка коробки. Ошибка КПП. Обратитесь к дилеру. Ничего понять не могу. Начинаю искать все. Ну, менял же и масло. Фильтр снизу все. Давай лазить, смотреть. Нигде ничего. Каким-то чудом потом залез сюда. Ну, думаю, здесь же много проводов. Давай, смотрите. И увидел, что слетел вот этот провод. Поэтому, если что-то подобное у вас происходит, обращайте сразу на клемму вот этого аккумулятора. Это какой-то вспомогательный аккумулятор питания. Я точно не знаю, поэтому врать не буду. Вот такая бывает вещь. Беру кронштейн, завожу вот за эти провода и вставляю сверху в клипс. Наживляю болт. Одеваю проводку и закрываю крышку. Вот. Вот и все. Салонный фильтр заменил. Масло заменил. Масляный фильтр и воздушный заменил. На этом все. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.